Это не лечебное и не образовательное учреждение. Здесь ждут родителей и детей для игр, чаепитий и других совместных мероприятий. Помогать мамам и папам играть и заниматься с малышом будут специально обученные волонтеры. В ближайшее время будут закуплены необходимые тренажеры. Помещение для досугового центра выделил муниципалитет. Глава Сочи отметил, родители и детей аутистов не раз обращались к нему с просьбой организовать именно такой клуб. У нас более 100 деток-аутистов есть, семьи могут здесь общаться, детки начнут здесь общаться. Более того, здесь будет возможность и физически себя подготавливать, работать над своим здоровьем, а также будет возможность и готовиться к какой-то определенной профессии. Мне очень понравилась идея, что здесь появятся и мастерские, где будут ребят какому-то ремеслу обучать. Мы давно мечтали о таком центре и хочу выразить слова благодарности Анатолию Николаевичу Пахомову, администрации, депутатам за ту помощь, которую они нам оказывали на протяжении всего этого времени, чтобы наша мечта, мечта десятков родителей сбылась. Наш центр рассчитан на всех абсолютно семей и детей нашего города, независимо от их проживания, независимо от того, в какие центры они посещают, какие организации они получают, от каких организаций помощь или членами каких организаций они являются. В Сочи 149 детей с расстройством аутистического спектра. Прийти в досуговый центр на Макаренко-24 могут все желающие. Это совершенно бесплатно. В воскресенье 2 апреля в центре состоится день открытых дверей. Родители смогут не только оценить возможности клуба, но и сами предложить, какие мероприятия можно здесь провести.